Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Эко Котя Лайф. Меня зовут Екатерина, мне 45 лет, и на своем канале я рассказываю о процедуре Эко, о том, что с этой процедурой связаны, и также делюсь своей историей и показываю свою жизнь. Хочу поздравить всех подписчиков, всех зрителей канала со Старым Новым Годом. Это такой праздник, добрый, конечно, но немного грустный, так как он завершает череду всех этих новогодних праздников. По телевизору крутят новогодний огонек, звучат ретро-песни, мы с мужем посмотрели, муж до сих пор смотрит. Приятно вспомнить, конечно, свою молодость, 90-е, все песни из 90-х, и одновременно грустно, берет ностальгия, поэтому праздник такой, конечно, одновременно и веселый, и хороший, но и грустный, так скажем, да. Все, сейчас снимут все новогодние украшения с города, с улиц, и будем ждать уже следующего Нового Года. Так что всех, дорогие подписчики, дорогие зрители, со Старым Новым Годом здоровья, счастья, благополучия в ваших семьях и мира над головой. Самые-самые лучшие пожелания. Выложила видео, хотела выложить вчера, выложилось оно с утра, про кунст-камеру. Спасибо большое за ваши комментарии, за то, что вам это интересно. Опять почему-то очень долго грузилась, порядка там 10-11 часов, не знаю в чем дело. Загрузилась только с утра. Буду вас радовать такими познавательными видео. Дело в том, что муж у меня очень увлекается над все, что касается анатомии. И у меня даже есть кое-какие записи, я потом смонтирую с выставки в Москве Гюнтера фон Хаггенса. И обязательно тоже выложу вам это видео. Так что еще раз скажу спасибо за ваши комментарии, что вам это интересно. Потому что говорить только об одном иком, вы же понимаете, да. Как мне писали некоторые, можно сойти с ума. Вот, но сегодня как раз видео о ЭКО. У меня сегодня был такой достаточно значимый день. Я пошла в женскую консультацию за направлением и отвезла, получила это направление. Слава Богу, мне дали. И отвезла его в клинику. И также списала со своим врачом, Ермолаевой Ольгой Сергеевной. Написала на WhatsApp. И она мне ответила, что у меня есть направление, что вроде как нет очереди, мне сказали на крием. И какие мои дальнейшие действия. Она сказала, что ждем начало цикла. И вот в первый день мне надо ей написать. И она назначит мне прием на второй, третий день цикла, как всегда, на УЗИ. И будем уже смотреть. По ощущениям, у меня овуляции не было в этом цикле, так как спокойно грудь, ничего не болит. Цикл жду около 20 января. Ну, непонятно, когда он будет, потому что перед этим был цикл с протокола ЭКО. И может быть какой-то сбой. Фибоден я не принимала, как вы знаете. Но, в принципе, овуляции не будет. Поэтому не будет и желтых тел. И, наверное, я промолчу. Спасибо тоже за ваши советы. Что лучше как бы не раздражать врача. И не говорить, что я занималась какой-то самодеятельностью. Либо советовалась со своим предыдущим врачом. Это в любом случае не понравится. И это как бы будет бить по ее самолюбию. Поэтому пойду на УЗИ. И уже посмотрим. Если все будет в порядке, значит я вступлю в 20-х числах, когда придет уже цикл, в криопротокол новый. Из того, что я делаю, я пью, продолжаю, там, витамины кое-какие. Вот. Д3, омегу. И метилфалат. Также периодами пью аспирин. У меня от аспирина болит желудок. Поэтому я как бы не могу его прям постоянно пить. Приходится потом заедать амезом. Поэтому делаю перерывы. До гематолога, до иммунолога я не дошла. Дело в том, что у нас сейчас проблемы вот такие возникли с финансами. Мы, как вы знаете, взяли кредит на донорские циклетки. Получается, в конце ноября взяли кредит, чтобы приобрести. Это, ну, в районе получилось 105 тысяч. Но мы там сумму унесли, 90 тысяч мы взяли кредит. И легла, как бы, еще одна дополнительная нагрузка. Кроме того, что у нас еще кредит на машину есть, которой нам платить осталось чуть больше полутора лет. Вот. И еще у меня, у нас такая неприятность. У меня муж остался без работы в конце декабря. Ему пришлось уволиться. Ну, там просто, как бы, не по его вине ничего. Просто, как бы, там такая обстановка уже сложилась. Он два года проработал на этом месте. Что пришлось, ну, ради своей нервной системы, ради своего спокойствия, как бы, уйти. И сейчас он находится в поиске. Есть какие-то там подработки. Но это не постоянный доход. Поэтому, сами понимаете, вот такая обстановка, да, когда вот кредиты, еще нет работы. Немножко, как бы, не до врачей. Просто нам это, ну, сейчас, если я начну ходить еще, издавать эти дорогие анализы, нам это финансово не потянуть. Если я сейчас вступаю в КРИО-протокол, в любом случае там будет опять куча анализов, ну, которые имеют месячный срок действия. Эти тесты на ковид, это все придется сдавать платно. Опять там препараты и так далее. То есть надо, как бы, запас денег иметь на вот это, да. Поэтому от этого никуда не деться. А с гематологом, к сожалению, с эмонологом так. Как я и, ну, пока этот у меня вопрос висит в воздухе. Вот. Ну, аспирин будем принимать, клексан колоть. Тоже клексан денег стоит. Говорят, его сейчас не достать, еще перебоев. Девочки говорят с ХГЧ, что там завод стал или что-то, что нигде не найти. Кому вот назначают поддержку укола ХГЧ, то идет, как бы, нету в аптеках, нету нигде. И вот есть такая проблема. Мне не всегда назначают, но тоже, как бы, к Александру у меня случай будет. Поэтому тоже такое волнение. Ну, как это, нету, да. Вот. Не знаю, с чем связано, с ковидом опять или... Ну, в общем, непонятно. В общем, перебои вот с ХГЧ, с препаратами ХГЧ и с препаратами клексан. То есть даже какие-то замены там врачи назначают. Также мне поступила информация, что... Девочка одна мне сказала, что для Крио-протокола в этом году, там, новый указ вышел. Нужны еще анализы мужчины обязательно на ВИЧ, гепатит и сифилис РВ, да. Вот. Я... Мне дали направление без этих анализов. Но я спросила сегодня у врача. Врач сказала, что пока она такой информации не имеет. Может быть, еще не дошло до них. Или, я не знаю, в разных городах по-разному. Хотя, по сути, да, указ должен быть один на всю Россию. Вот. Но в любом случае у нас еще, слава богу, вот эти... Анализы мужа, они сданы в конце ноября. И они еще будут... Если я вступлю сейчас в конце января, они будут еще годны. Не надо будет их пересдавать. Я так понимаю, что сейчас просто много, да, вот этого развелось гепатита, спида и так далее. И хотят проверять, ну, как бы, удостовериться, что у мужчины тоже этого нет. Потому что, как бы, ну, идет все равно, да, половая связь, так скажем, да, что мужчина не заразит женщину, да. Из этих соображений, наверное, ну, наверное, это самое, это логично, да, так сказать, проверять еще и мужчину. Вот. Но это в любом случае, да, дополнительная тоже финансовая нагрузка. Потому что, ну, бесплатно это очень сложно сделать. Вот, когда особенно, там, в моем случае, вот, две работы и так далее. А мужчины вообще не любят ходить, там, по этим врачам и ждать, там, по 2-3 недели. И можно, непонятно, когда ты вступишь к рио-протокол и непонятно, берешь талон, там, на 2-3 недели. В общем, проще, как бы, заплатить и сдать это все платно. Вот, так скажем. Вот такие у меня новости, да, хорошие, с одной стороны, да. Сейчас, еще раз повторю, сейчас идет цикл. Пишу врачу, назначают на 2-3 день УЗИ, и там уже решаем. Вот, есть, конечно, волнение насчет моего эндометрия. Врач сказал, что надо будет делать вот этот еще, кстати, физиотерапию аппаратом Андрогин, про который я рассказывала. Это совместно лазер и магнит, да. И одна процедура такая стоит в районе 1100 у нас в Санкт-Петербурге. И таких процедур надо сделать вот сразу после окончания месячных циклей, в котором ты хочешь делать кривый перенос. И порядка 10 надо сделать до переноса, да, чтобы был какой-то эффект. У многих есть эффект. У некоторых, как в интернете, да, отзывы читаешь, у некоторых нет. Ну вот она рекомендует очень, что у кого есть проблемы с тонким эндометрием, это может помочь, так скажем. Тоже на это нужны деньги, нужно ездить будет. В общем, такие будут у нас опять насыщенные дни, так скажем, по беготне вот с этими анализами и с этими процедурами. Придется ездить как-то выбирать. Конечно, перед работой, я же работаю 2-2, выбирать время. Врач любит назначать еще на раннее 8-45. В общем, придется мало спать, рано вставать. Вот, как подумаешь, уже, как бы, конечно, страшно становится, потому что, ну, и вот эта усталость, что, ну, уже сколько раз у меня, да, получается 9 переносов. Ну, куда деваться? В любом случае у нас эмбрионы есть, я тут оговорилась. У нас 6 эмбрионов. На, получается, на 4 попытки будем просить переносить и свой донорский, да, потом еще раз и свой донорский, если не получится, и потом уже 2 раза по одному донорскому. По 2 донорских я, наверное, не решусь, но еще не знаю, если не будет получаться, может, в конце уже решусь на 2 донорских. У меня по плану за этот год все, ну, как бы, если не будет получаться, все перенести и закрыть эту тему, так скажем. Ну, а если получится, мы очень будем рады, конечно, и хочется тоже вас порадовать, вас выдушевить, так скажем, что действительно, наконец-то получится забеременеть. Конечно, все равно у меня настрой хороший, и я надеюсь на лучшее. Ну, вот на этой ноте я хочу закончить свое видео. Всех было рада видеть и слышать. Надеюсь, вы меня тоже. А завтра мне рано на работу. Опять мне весь день работать с 7.30 до 23.30. В общем, надо ложиться спать, надо ложиться отдыхать. Дорогие друзья, если вам это видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И все, пока-пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok